Приветствую вас! Я бы хотел начать свой ответ с того, что определю его структуру. Первая часть, они будут неравные по своей длительности, будет посвящена вам. Вторая часть будет посвящена вашему парню. Потому что, несмотря на то, что проблему вы раскрываете через негативное отношение мужчины к вашему поведению и к предательству в целом, сейчас эта проблема не только его, эта проблема, к сожалению, в некоторых степень еще и ваша. Итак, значит, вы в этой ситуации, точнее не так, даже вам в этой ситуации нужно понять главное, что вы не сделали ничего дурного. Абсолютно. Вот вы ничего дурного не сделали. Вы познакомились когда-то с мужчиной, вы с ним расстались по-обоюдному согласию, вы с ним немножечко пообщались. В этом нет ничего плохого. Это абсолютно нормальное поведение человека. Ну, естественно, который не боится как огня тех, с кем у него когда-то были отношения. Вот это нужно понимать. Довольно хорошо понимать. Правильно понимать, что вы не сделали ничего плохого. Испытывать чувство вины вам не за что. Абсолютно не за что вам испытывать чувство вины. Но вы его испытываете, и возникает вопрос. Почему? Только из-за того, что ваш мужчина так среагировал. Но его реакция ненормальна. И поэтому то, что он среагировал так, это проблема в первую очередь его. Она не связана напрямую с вами. Она связана с его прошлыми обидами, с его, возможно, неуверенностью в себе, с его комплексами и так далее, и так далее, и так далее. То есть, еще раз, это не ваша проблема. Это проблема именно мужчины. Вам нужно настаивать на том, что вы не сделали ничего другого. Что если следовать его логике, то и вы не должны ему доверять, потому что у него есть бывшая жена. У него же есть бывшая жена, да? И что получается, что он считает, что девушки, у которых есть бывшие, это бомба замедленного действия. А вот тогда кто, если у него есть бывшая жена, кем он тогда является? На этот вопрос дайте мужчине возможность ответить. Чтобы он подумал, чтобы он как-то ответил на него все-таки. Потому что это важный момент. Это важный момент. Итак, вы не сделали ничего плохого. Абсолютно. Вы находились в своем праве, и вы, если бы не познакомились... Ой, то есть, про завершение, если бы вы не встретились с мужчиной, если бы вы не встретились с ним, если бы вы не поговорили с ним, это было бы, ну, мягко выражаясь, некультурно, непривычно. Особенно на фоне того, что вы расстались с ним по обоюдному согласию. То есть, вот этот момент нужно понимать, что вы не сделали ничего дурного. Абсолютно. Молодой человек ваш, каким бы хорошим он ни был, видит ситуацию достаточно субъективно. Видит ситуацию с позиции своих страхов. И это, безусловно, его особенность, но эта особенность ни в коем случае не может означать, что вы поступали как-то неправильно. Теперь по поводу молодого человека. Видите ли, он хочет быть с вами, он любит вас, и ему мешает стена недоверия. Понятно, что у каждого из нас есть прошлое. Это, ну, совершенно очевидно, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить и так далее. Вот. У каждого из нас есть прошлое. И нельзя по этой причине, по причине того, что у каждого из нас есть прошлое, ненавидеть человеку, ведь он не знает вас. А он уже прописал вам то, чего вы ему еще не сделаете. И вот именно этот момент является основополагающим для развития его страха. И именно поэтому, потому что у мужчины страх, вам и нужно нанести до него, что этот страх будет мешать. Потому что ситуации разного рода будут служиться всегда, везде, со всеми. Такова жизнь, это нужно понимать. Такова жизнь. И нужно просто человеку верить. А для того, чтобы верить, нужно быть уверенным в себе. А ваш мужчина в себе не уверен. И именно потому, что он в себе не уверен, вам необходимо дать ему четко понять, что ему необходимо к психологу. Если человек сам набирается в психологии, как вы говорите, Но при этом, разбираясь в психологии, мужчина не может найти выход сам. Но очевидно же, что ему нужна помощь. Вот за этой помощью пусть он и обращается. Хотя бы пусть на наш ресурс зайдет. Хотя бы пусть к нам обратится за помощью. А там уже будет видно. Пусть он обрисует свою проблему. Пусть он расскажет нам о том, что его беспокоят и так далее. Если он захочет это сделать, мы сможем ему помочь. А по-другому, как бы вы ни старались, это нужно тоже четко понимать. Как бы вы ни старались, у вас не получится завоевать его доверие. И вот почему. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, какие бы усилия вы не прикладывали. Любая ваша ошибка, любое ваше неверное поведение, любое ваше неверное какое-то движение, причем неверное с точки зрения мужчины, именно мужчины, не с вашей точки зрения, вернет, будет возвращать вас снова и снова на исходную позицию. Это нужно четко понимать. Возвратная исходную позицию будет постоянным до тех пор, пока мужчина будет воспринимать ситуацию, исходя из своих страхов. Конечно, вы здесь понимаете, о чем я говорю. И что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались, у вас не получится мужчину переубедить в том, что он не прав. Потому что у него, у мужчины всегда будет своя позиция. И согласитесь, если человек предлагает вам что-либо доказать, а он предлагает вам доказывать, то это уже отношения, ну, мягко говоря, какие-то условные что ли. То есть, вот, либо ты мне доказываешь, что, например, ты, там, ничего плохого не замышляешь против меня, например, либо у нас с тобой ничего не будет. Ну, вы же понимаете, я надеюсь, насколько это звучит, насколько это выглядит эгоистичным по отношению к вам. И вот именно поэтому я вам и пытаюсь донести мысль о том, что нужно не доказывать что-либо, а направлять мужчину на то, что у него проблемы восприятия. И пусть не с вами, но ни с кем другим у него, вполне возможно, не получится построить отношения, если он не разберется со своими проблемами, если он не поработает с ними, не проработает их с психологом. Вот. Это то, что вам можно донести своему молодому человеку. Раз он встал, не может найти выход. Только, только так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите мне в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи! Продолжение следует...